Приветствую вас, аноним. Ну, собственно, сложно не согласиться с тем, что вам ответил Курчок Игорь Леонидович, да, вот, то есть, ну, действительно, любимых принимают такими, какие они есть, и, в общем-то, изменить их они пытаются. Вот, как бы, если вы пытаетесь человека, человека изменить, если вы хотите его как-то переделать, вот, то, ну, наверное, в таком случае, в таком аспекте это уже не совсем, это уже не совсем, как бы, любовь, да, это уже не совсем принятие, вот, это уже, ну, вот, как бы, в большей степени это уже, наверное, попытка такая, э, человека, э, ну, переделать под себя, да, то есть, тут, э, и, как бы, соответственно, э, переживание по поводу того, что, э, сделать я этого не могу, ну, условно говоря. Вот, вот, то есть, это, ну, вот, э, такая достаточно серьезная проблема, вот, смотрите. А вы хотите изменить человек, да, и спрашивать нас, как можно его разговаривать. Как можно сделать так, чтобы неразговорчивый человек поразговорчивал? Э, важно понимать, что разговорчивость, или, ну, или, соответственно, неразговорчивость, является, э, следствием нескольких, э, э, ну, моментов в жизни человека. Э, первый момент заключается в том, что человек может неразговорить, потому что он себя зажимает, то есть, то есть, это такой, немного, немало, сдерживающий, э, фактор, когда, когда, в принципе, я хочу говорить, вот, но, боюсь, например, боюсь, например, говорить, да, вот, вот, то есть, это такой фактор. Э, другой фактор, это когда, э, я не хочу говорить, э, потому что мне это не нужно. То есть, вот, просто я не говорю, потому что не хочу говорить. То есть, я не, я не боюсь, я не стесняюсь, я просто не говорю, потому что не хочу, не хочу говорить. И, э, э, в этом, собственно, случае, да, э, что бы вы ни делали, э, человек, в общем-то, не разговаривается. Потому что он такой, и он не изменится. А, другой вопрос и другая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы пытаетесь, что вы пытаетесь, э, во двоих, что-то делать, э, э, то есть, по сути, нарушаете свои личные границы, с одной стороны, потому что делаете то, что вам тяжело, например. С другой стороны, вы, э, ну, либо выбрали себе неподходящего человека вообще. То есть, как бы, ну, если, если вы, например, продвигаете, допустим, ну, если вы, допустим, допустим, продвигаете такую идею, что, что, там, к примеру, э, что мой мужчина должен, там, разговаривать, э, со мной, к примеру, там, да, на постоянной основе, вот. А, то, человека вы выбрали, ну, мягко говоря, для этого неподходящего. И это уже, э, вот, в какой-то степени больше, что, э, вопрос, наверное, к вам. Почему я выбрала такого человека, вот. Почему я выбрала такого человека, да, который, вот, э, ну, не разговаривает, э, значит, со мной так, как я хочу, например. Вот, понимаете? И, э, собственно, ну, в этом, на это, точнее, вам нужно обратить своё, 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 своё внимание. Ну, вот. Это, собственно, то, что я могу вам сказать, вот. Ну, опираясь, опять же, на, э, как бы, э, на ту информацию, которую выдают. Вот, а, э, то есть, э, тут образ личной ответственности, вот, типа, в качестве, вот, такой, вот, страны. Потому что, если вы предлагаете такую идею, идею, э, активного общения, вот, то, ну, как бы, э, вам нужно за неё не терпеть. Вот, если вы эту идею предлагаете, если вы, э, с этой идеей, образно говоря, ну, согласны, да, допустим, вот. Потому что, если вы, например, с этой идеей не согласны, ну, допустим, 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 если вы не согласны с этой идеей, вот, то вам под подобной установкой нужно работать. Вот. Ну, и, э, наконец, э, вот, э, такой, я бы сказал, наверное, э, э, последний момент, э, на который, нужно обратить вам ваше внимание, да, это момент, связанный с тем, что, как сказал мой коллега, это может быть, э, значит, ну, в какой-то степени следствие вашей личной проблемы, э, которая может называться страхом, страхом, тишиной. То есть, если я боюсь, э, э, тишины, вот, я боюсь, э, ну, ну, там, образно говоря, молчания, да, вот, скажем так. Я боюсь молчания. И, э, соответственно, если вы, ну, боитесь молчания, если вы боитесь, э, по какой-то причине, э, тишины, то, ну, наверное, вам стоит для себя с этим разобраться, почему вы боитесь тишины, почему вы, э, вот, как бы, считаете, что обязательно нужно разговаривать, да, обязательно нужно разговаривать при том, что у человека вы выбираете, ну, немного, э, неподходящего для этого, как бы, вот. То есть это, ну, так же может являться определенной, э, проблемой. И, э, то, что вы делаете, вот, в какой-то степени, э, сейчас, да, то, что вы делаете, вот, ну, в данный момент, э, вы, значит, просто, э, пытаетесь, э, перекладывать ответственность, э, э, за то, что происходит, э, с, э, ну, вот, с вами, да, э, на мужчину. То есть, типа, что, как мне, там, разговаривать, грубо говоря, его, вот. То есть я хочу разговаривать именно его. Вот, я хочу разговаривать человек. Не в себе, там, допустим, разобраться, да, именно разговаривать его хочу. Вот, это, опять же, ваша такая вот жизненная стратегия. Дальше идем. Э, почему вы считаете, что потеряете его? Ну, то есть, вот, откуда такая идея, да, что вы можете его потерять, а, если, там, допустим, не будете, ну, не будете разговаривать. Э, если, да, если, да, если будете разговаривать. Э, дальше, э, значит, э, не отговорить социальный, э, э, в сети контакте, э, на, на встреченном и помолчать хорошо. Ну, опять же, это, скорее, выглядит как больше ваша проблема, и, э, тут нужно, э, постараюсь, э, разобрать все те, э, э, аспекты, стороны, проблемы, которые я, э, озвучил. Так же будет понятно, в какую сторону вам нужно двигаться, и что действительно можно сделать в этой ситуации. Вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.